О теме сегодняшнего нашего совещания все помните, ну что тут помните, все знаете, пришлось работать немало в связи с этим. Знаете, что пару недель тому назад мы заметили на белорусско-украинской границе серьезное обострение, осложнение для нас. Это вызвало серьезную тревогу у населения, поэтому я вынужден был после официального приветствия в День независимости Беларуси, насколько это возможно было, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе. Ну, в конце концов, это наше дело, людей в погонах, сделать так, чтобы было спокойно и наши люди могли работать и заниматься уборкой урожая. Сегодня урожай неплохой. То есть была серьезная тревога нашего населения. В связи с этим было принято решение о выводе отдельных подразделений наших на границу, я имею ввиду и сил специальных операций, были дополнительно мобилизованы и переведены на усиленную охрану границы наших пограничников, хотя они бедолаги. И так сейчас перегружены, серьезно перегружены, но тем не менее страну надо защищать, по последнему метру земли только пограничник ходит, поэтому была усилена охрана государственных границ со стороны пограничных войск. Силы специальных операций Денисенко были еще раз мобилизованы, хотя опять же тебе достается тут на этой южной границе через день на ремень, как у нас всегда говорили и так далее. То есть мы активизировались и наши войска также были активизированы. Как я говорил, что 3 июля от себя лично и от вас я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся. Сегодня мне комитет госбезопасности, не только сегодня, уже два дня назад докладывал и военная разведка о том, что после определенной нашей работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, это было немало тысяч человек, они от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы. То есть тех войск, которые усиливали их действия и с границы ушли. Поэтому хотел бы прежде чем принимать окончательное решение, услышать ваше мнение, какова у нас ситуация на белорусско-украинской границе. Это связано с тем, чтобы мы не допустили какой-то даже самой мелкой ошибки. Но если это так, а это точно так, потому что я у ребят спрашиваю и этого полка, они мне говорят о том, что не только министр обороны говорит, но и они говорят о том, что сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами и я надеюсь, что и не будет. Мы не хотели этого обоспрения, оно нам абсолютно не нужно, но тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем. Но на что бы я хотел обратить внимание, как бы они на нас косо не смотрели, как бы они нас не костыляли, ну чуть ли не врагами называя, хотя мы никакие не враги для украинцев, я уже много раз говорю. Это наши люди, такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться.